В этом году больше 100 тысяч алтайских детей получили сертификаты дополнительного образования. Не все родители знают, что этот документ позволяет семьям сократить расходы на оплату кружков и секций. Государство напрямую перечисляет деньги учреждениям. Как получить сертификаты? Все ли центры дополнительного образования по нему работают? Об этом поговорим сегодня в студии с Натальей Новичихиной, директором Алтайского краевого дворца творчества детей и молодежи. Здравствуйте, Наталья. Рада вас видеть. Не знаю, ошибаюсь я или нет, всегда считала, что дополнительное образование в большинстве своем бесплатное. И родители платят ежемесячно добровольные взносы. Так ли это? Да, на самом деле дополнительное образование под крылом государства и на сегодняшний день находится. Но дополнительные платные услуги, в принципе, тоже оказываются. И мы наблюдаем, что у нас и на территории Алтайского края есть и государственные, и муниципальные, и негосударственные центры дополнительного образования. А то, о чем вы говорите, да, в принципе, может быть на поездку детей, либо какие-то добровольные пожертвования на улучшение качества, на приобретение костюмов, тогда, конечно, родители на добровольной совершенно основе, по их же решению они могут, конечно, жертвовать. А образование, оно в основном, конечно, у нас за счет муниципального и государственного, и краевого бюджета. Но вот эти сертификаты дополнительного образования – это проект федеральный. Как я знаю, в нашем регионе его начали реализовывать, по-моему, год назад, да, если не ошибаюсь? Да, с 2019 года. Но почему-то у нас все равно не все родители знают об этой программе. Вот почему не знают, как думаете? Значит, что такое сертификаты? Во-первых, я хочу сказать, что есть такой проект «Успех каждого ребенка». И есть инструмент реализации этого проекта – это персонифицированное дополнительное образование. Вот, и персонифицированное дополнительное образование, значит, мы понимаем, что если персонифицированное, это значит персона, да. И мы рассматриваем ребенка как персону. Так вот, сертификат – это на самом деле учетная запись. То есть у сертификата есть два статуса. Это сертификат, который учитывает ребенка, поэтому так и называется сертификат учета. И если вдруг родитель с помощью еще одной уникальной совершенно системы, которая называется «Навигатор» выбирает какую-то программу, а она имеет статус сертифицированной, тогда на эту учетную запись ребенку приходят средства. Это государственные средства, муниципальные средства у нас на сегодняшний день. И тогда родитель, действительно записываясь на эту программу, рассчитывается этими средствами посредством своего сертификата. Ну вот, мне кажется, я не услышала ответ на свой вопрос, почему родители не знают об этом? Почему родители не знают? Вы знаете, вот с 2019 года персонифицированное дополнительное образование зашло к нам Алтайский край. И, к сожалению, мы как региональный модельный центр, дворец является региональным модельным центром, наблюдаем очень в некоторых территориях слабый информационный уровень. То есть комитеты по образованию наших муниципалитетов, может быть, как-то не придают особого значения информационной кампании. А на самом деле, вот я сегодня даже с собой захватила вот такие буклеты, памятки для родителей, и такие буклеты есть в каждом муниципалитете, где четко прописан весь пошаговый механизм приобретения вот этого сертификата, весь полностью. Поэтому... То есть просто люди не знают, потому что им никто об этом не говорит. Да, недостаточно. А где-то там по телевизору они, в общем-то, тоже не слышали. Да, вот, потому что информация, она идентична, но там могут быть расхождения, куда подходить родителям конкретно, где регистрироваться. Вот, потому что это совершенно новый механизм регистрации, или мы, так скажем, заключение формальных отношений между родителями образовательной организации, он совершенно новый. И ему, конечно, нужно обучать. Поэтому это вот еще недоработка наших муниципалитетов, но мы с этим работаем, потому что этот проект персонифицированного дополнительного образования, он продолжается. Но родители, какие-то родители уже об этом знают, да, и получают эти средства. Да. Много таких? Ну вот, на сегодняшний день в навигаторе, о котором я сегодня вам уже сказала, да, он расположен на портале altai22.pfdo.ru, вот, и на сегодняшний день мы зарегистрировали как поставщиками 843 образовательных организации, из них 4 частных. Так вот, каждая образовательная организация выкладывает свои программы, вот, это довольно-таки много программ, и, в принципе, родители, заходя вот в этот навигатор, регистрируют своих детей и записываются на программы. Конечно, мы наблюдаем еще, ну, так как это все-таки еще проект, вот, поэтому мы наблюдаем не стопроцентную, значит, запись, конечно, родителей на эти программы, вот, но я еще раз хочу сказать, что работа продолжается, в принципе. Ну, вообще, как получить сертификат на дополнительное образование? Потому что вот где-то надо зарегистрироваться, как вообще этот процесс, потому что я, вот, допустим, вот я бы захотела, была родителем, я бы не поняла. Да, вот смотрите, опять возвращаемся тогда к нашему буклету. Я специально сегодня его с собой захватила, чтобы родители понимали, что им всего лишь нужно обратиться в свои комитеты по образованию, своих муниципалитетов и попросить вот такие информационные буклеты. У них есть буклеты, в каждом комитете по образованию есть буклеты, у нас районный, я так понимаю, в Барнауле. Да, да, нет, в Барнауле один комитет по образованию, да, города Барнаула. Я думала, может быть, в районы можно обратиться. Вот, нет, мы обращаемся по месту жительства, на сайте комитетов по образованию эти буклеты есть и в электронном виде, и вот тут четко прописан весь механизм. То есть вот первое мы прям читаем родителям, заполните электронную заявку на портале Алтай-22 по ФДО в разделе «Получить сертификат». То есть родитель, в принципе, пользуется как дорожной картой. Вот он заходит на этот портал и там четко видит, нужно найти «Получить сертификат». Мы кликаем и там мы видим заявку, мы ее начинаем заполнять. Далее рекомендуют нам буклет «Используйте присланный на электронную почту номер сертификата». То есть мы понимаем, что в эту заявку мы пишем свою электронную почту, да, и нам приходит логин и пароль для входа в личный кабинет. То есть на сегодняшний день родитель получает личный кабинет. Вот, потом мы распечатываем заявление на получение сертификата и заявление на обработку персональных данных, направленных на электронную почту. И вот здесь мы берем вот это распечатанное заявление и идем для подтверждения документа в образовательную организацию. Опять же, вот то, о чем я вам говорила, куда мы конкретно идем, вот это должен муниципалитет проинформировать своих родителей. Посредством средств массовой информации, посредством волонтеров, через различные школьные сайты, чтобы родитель понимал, куда ему идти с этим заявлением, как ему нужно зарегистрироваться. Потому что дальше уже начинается оформление, формальное оформление отношений с образовательной организацией. Все, как только он это заявление зарегистрировал, все, он идет и выбирает вместе с ребенком на портале этом же там навигатор и выбирает себе программу, которая выложена в этот навигатор. Понятно. Но вот я знаю, что не все учреждения все-таки в этом проекте участвуют. Где действуют сертификаты? Значит, на сегодняшний день по замыслу разработчиков проекта персонифицированного дополнительного образования четко прослеживается, что в навигатор, я еще раз говорю, что навигатор это вот такой фильтр очень серьезный. И могут сертификатами пользоваться родители только в том случае, если программы той или иной образовательной организации выложены в навигатор, если эта образовательная организация имеет лицензию на реализацию дополнительных общеобразовательных, общеразвивающих услуг. На сегодняшний день учреждения спорта, если они подведомственную спорту таких лицензий не имеют, значит мы делаем вывод, что спорт практически 100% не участвует в этом проекте. Культура, имея такую лицензию, но они, вот сейчас решается вопрос, зайдут ли они под учет. Почему? Потому что у них очень дорогостоящие программы. Очень дорогостоящие. То есть на сегодняшний день персонифицированное дополнительное образование – это удел системы дополнительного образования. Ну это что? Это вот какие там кружки, какие? Все абсолютно. Сохраняется все абсолютно. Меняется лишь механизм взаимоотношения. То есть программа встает вот во главу угла. То есть мы сейчас не на педагога записываемся, не на учреждение записываемся. Мы идем на программу, программный подход. То есть родители рядом, сидя дома на диване со своим ребенком, выходят на портал, нашел навигатор, выбрал программу, а потом только он понял, где она реализуется. И идет и записывает своего ребенка. Но сейчас стоит вопрос о том, что даже через госуслуги родитель сможет записать своего ребенка на ту или иную программу. Но это в перспективе, я так понимаю. Но это уже в ближайшей перспективе. А можно ли перевестись на вот это образование по сертификату, если ты, допустим, до этого исправно платил? Платил куда? Ну, за какие-то услуги есть же дополнительные, какие-то образования, которые… Я вам хочу сказать, что, еще раз, если программа выставлена в навигатор, если программа прошла экспертизу и ей присвоен статус персонифицированной программы, тогда только вы можете воспользоваться своим сертификатом. Если не присвоен статус, то есть в навигаторе есть реестры программ. Четыре. Это программы предпрофессиональные, это программы общеразвивающие, это программы значимые для региона, это программы персонифицированного финансирования. То есть каждый муниципалитет, каждая образовательная организация выявляет для себя самые ценные, конкурентные программы. И просит нас, как региональный модельный центр, присвоить им статус персонифицированных. То есть понимая, что эти программы, как продукт самый качественный, будут куплены родителями. Вот. То есть наши эксперты эту программу просматривают, говорят, да, она достойна звания персонифицированной, и выводят именно в этот реестр. Все. И только тогда родитель… Вы знаете, тут в чем все дело. Вот вы когда сидите, вот представьте себе этот экран, где много-много-много красивых программ. Ребенок хочет танцевать. Там программа открывается, мы понимаем, и родители понимают с этим ребенком, что да, вот эта программа ему подходит. И когда он ее выбирает, только потом он понимает, это будет на сертификат, к нему деньги придут, или он просто придет и точно так же за счет государства будет там заниматься. Понимаете, это вот ни к чему не обязывает. То есть вы сидите и просто выбираете пока. Ну вот смотрите, а если ребенок уже занимается в каком-то кружке, да, получается, он заходит, а там нет его вот… Ну и пусть дальше занимается, он не будет дополнительно платить. Пусть дальше так и занимается. Ну то есть он выбирать уже, по сути, не должен ничего. Ну вот вы понимаете, сейчас… Только те, кто хочет заново, да, какой-то кружок пойти. Да, вот я думаю, что сейчас дело в том, что подперсонифицировано дополнительное образование, подходит вся система дополнительного образования, поэтому родители, даже если ходят, придется переоформить отношения. А вот как. Да. И он, в принципе, просто перезапишется в эту же студию творческую, где он и занимался. Вот чтобы все прошло через навигатор. А вот, допустим, ребенок, ну бывает, многие хотят заниматься… Ну, я хочу и танцами, и там петь, и еще где-то. Да, я вас поняла. А вот по сертификату-то можно в нескольких кружках? Смотрите, значит, сколько студий, сколько программ оплатит сертификат, да, то есть у сертификата есть определенный номинал. И сам муниципалитет определяет, сколько программ, а у программы есть стоимость, да, вот. То есть из вот этой стоимости состоит номинал. И сразу прописывается в правилах персонифицированного дополнительного образования муниципалитета. И муниципалитет знает, одну, две или три программы может купить ребенок благодаря этому сертификату, посредством этого сертификата. Или, как мы рекомендуем, минимум полторы. Полторы, чтобы вот еще 50% второй программы родитель мог заплатить за счет своих уже личных средств. То есть это такой финансовый, серьезный финансовый механизм. И в котором надо еще разбираться, мне кажется, глобально. Но главное – это навигатор. Зайти в навигатор, и там уже потом родителям будет понятно. Что нужно знать родителям? Не нужно пугаться переоформить отношения с образовательной организацией, если вы туда уже ходите. Или, наоборот, оформить их первично, если вы куда-то собрались. Вот это нужно помнить. Второе. На что похожа эта система? Мы уже с ней сталкивались, когда приобретаем путевку в лагерь. Мы же тоже заходим в личный кабинет, мы получаем логин и пароль, а потом едем в организацию и берем эту путевку. Очень похоже. То есть бояться-то не надо. Вообще не нужно ничего. А пандемия, она вот сейчас нам показала, что уровень вот нашей компетентности отношения с персональными компьютерами, со различными гаджетами, они у нас вообще деловые, ежедневные. Вот поэтому все это упростилось, и родители, и дети сейчас свободно совершенно. Я еще раз говорю, вот просто, да, ради интереса, заходите в altai22.pfdo.ru, и вы видите уже на этот портал, вы видите навигатор. А там ради интереса можно покликать на ту или иную вкладку, и все будет там очень понятно. Наталья Валерьевна, мало остается у нас времени. Хотела немножечко еще другую тему. Вот у нас Новый год приближается, да, и у нас запретили всевозможные новогодние мероприятия. Ну что, получается, дети без праздника останутся или как? Нет, мы не можем позволить алтайским детям остаться без праздника. Это, конечно, у нас еще такая тайна, такая определенная интрига, но я ее полностью вам не раскрою. Вот я хочу только сказать, что у нас готовится потрясающая масштабная онлайн-елка. Сегодня в три часа будет большой селектор, где до муниципалитетов сотрудников Министерства образования и науки Алтайского края будут донесены наши основные идеи. То есть онлайн-елка поручена проведение данного формата Алтайскому краевому дворцу творчества детей и молодежи и Институту цифровых технологий. Потому что мы понимаем, что если онлайн, это содружество творчества и цифры. Поэтому это будет масштабный, огромный проект, который первый не оставит каждого ребенка без праздника, а второй не оставит без подарка. Но подарки будут уже не онлайн, а настоящие. И поэтому с 25 декабря и по 10 января ребенок может... На своем домашнем компьютере посмотреть, стать участником новогоднего представления. Да, не просто посмотреть, а поучаствовать и в интерактивных, и в различных формах цифровых, различных подходов, технологиях. Он может поучаствовать. Мне кажется, этот Новый год и вот этот праздник запомнится навсегда. Потому что то, что мы готовим, это, конечно, грандиозно, здорово. Мы очень любим детей, и нам бы хотелось, чтобы, конечно, это было все достойно, современно, интересно. А кто им расскажет, где вот это будет проходить? Эта вся информация будет доведена, опять же, до комитетов по образованию, а комитеты по образованию будут доводить уже до школ, до родителей, все вот таким вот образом. Главное, что подарки-то будут не онлайн, а настоящие. Не онлайн, однозначно. Спасибо большое, Наталья Валерьевна. Спасибо, что вы к нам пришли. С наступающим Новым годом. А я напомню, что сегодня мы говорили с Натальей Новичихиной, директором Алтайского краевого дворца творчества детей и молодежи. Продолжение следует...